добрый день дорогие друзья я приветствую вас на нашем канале меня зовут татьяна и я расскажу вам сегодня две важные новости из мира возобновляемой энергетики испании первая новость дорогие друзья такая не очень приятная связано с возобновляемыми источниками энергии в испании связано с тем что за последнее время прослеживается тенденция резкого снижения цены за вырабатываемую электроэнергию вот на этих солнечных плантациях что к чему это может привести это может привести к тому что инвесторы которые вкладываются в это они будут получать меньшую прибыль ну соответственно возврат денежных средств будет происходить медленнее соответственно срок окупаемости растянется и вы понимаете то есть когда люди создают какой-то проект рассчитывают на определенное возврат денежных средств то вот это вот удлиняется период этот эта тенденция прослеживается уже не первый месяц сейчас дорогие друзья вы увидите первую такую диаграмму здесь вы видите столбики и крайне правый говорит о том цена какова же цена была за март месяц 2024 года и здесь мы видим что менее 25 евро за мегаватт вот так вот упала то есть вы видите тенденцию падения соответственно и следующий слайд мы увидим это уже средняя дневная стоимость то есть 5 евро 66 центов левый левая часть это этого слайда это цена 5 евро 66 центов это цена за мегаватт ну а соответственно вы можете рассчитать какова будет цена за киловатт я думаю что это не сложно я думаю что нас смотрят как раз таки специалисты в сфере поэтому вы рассчитаете то есть тенденция снижения она видна и условиях такой снижающейся цены за электроэнергию которая вырабатывается солнечными плантациями инвесторы которые уже вложились они должны соответственно выработать свою стратегию как-то адаптироваться к этим условиям ну и стратегию соответственно дальнейших каких своих действий ну а тот кто планирует вкладываться в такие вот солнечные плантации для с целью ведь все же мы вкладываем деньги для того чтобы получать прибыль какую-то то есть мы инвестируем инвестиция это сохранение при умножении нашего капитала стало быть мы хотим не просто вложить мы хотим зарабатывать на этом деньги поэтому мы потенциальные инвесторы мы должны оценивать заранее все риски оценить обстановку учитывать экономические факторы в том числе не только в испании но вообще макроэкономику и вот такие вот факторы можно провести параллель с южной австралии например там была такая же тенденция там тоже было было подобной ситуации сейчас я немножечко тоже этого коснусь зависит от трех факторов вот это вот падение цены это от роста солнечной генерации насколько я знаю это больше ста процентов даже читала и такие данные экономические это снижение цены на газ и снижение спроса все мы знаем экономику мы изучали многие из нас экономику такую глобальную поэтому мы знаем чем больше предложение на рынке и чем меньше спрос соответственно цена что делает цена падает правильно и наоборот поэтому законы экономики никто не отменял избыток генерации идет из каких факторов из того что сейчас в испании идет как мне кажется бум строительство солнечных плантаций и не только солнечных плантаций но и солнечных систем домашнего употребления соответственно делаются виртуальные солнечные станции для различных может быть не только семей но и различные дома коммунидаты это могут быть даже как в южной австралии населенные пункты которые строят свои солнечные электростанции это вело к тому что цена на электроэнергию падала не только у тех у кого была своя виртуальная солнечная электростанция или солнечные плантации но и вообще у всех жителей всех потребителей но это не значит что в испании повторится тоже та же система потому что каждая страна все-таки она индивидуально нужно учитывать различные факторы но также нужно учитывать и человеческий фактор который здесь есть который тоже влияет на развитие каких-то законов на принятие законов или на какие-то на принятие решения во всяком случае они она децентрализованная страна несмотря на какие-то центральные решения есть различным коммунидаты в которых по этому вопросу тоже различные свои какие-то нормативы положение принимаются различные решения если в одном коммунидате это все достаточно хорошо двигается в другом наоборот тормозится то есть ну вот такие тоже есть моменты может быть немножко демотивирует этот сектор тех потенциальных инвесторов заставляют задуматься и просчитать все риски оценить возможность поднятия все-таки цены но на мой взгляд это может быть не произойти скоро быстро и резко вверх почему потому что все таки я уже вам сказал что есть избыточная генерация потому что сейчас достаточно много я знаю проектов которые проектируются строятся и когда они будут все введены в эксплуатацию соответственно генерации станет еще больше но если учитывать еще то что сейчас очень много ставят солнечные панели и коммунидаты различной урбанизации я уже сказала и частники и в общем-то это пользуется спросом и вот госпиталя я смотрю и пожалуйста сзади у нас тоже про это я тоже скажу завод который опреснительный в город тревьеха также используют это в общем это все ведет к тому что люди во первых мы имеем большую генерацию во вторых мы стали те часы пиковой генерации когда солнце светит днем достаточно активно и выработка большая электроэнергии люди научились экономить то есть 10 до 16 мы экономим мы значит либо мы где-то работаем либо мы где-то в общественном месте либо мы проветримся на ветерке мы стираем ночью мы посудомойки запускаем ночью воду в бойлерах греем в поздний период времени то есть мы научились все оптимизировать свои пользования с электроэнергией наверное да то есть разумно пользоваться к идее мы запускаем ночью когда спим когда жарко ну и так далее то есть вот такая вот ерунда происходит то есть в пиковый в пиковые моменты пика мы как раз таки не используем активной электроэнергии также нужно сказать что развивается и ветра энергетика поэтому вот на это пиковую генерацию влияет еще и это мы не можем учитывать только фотовольтайку мы учитываем еще и и оли куда 7 не подсказ и олику поэтому вот так вы дорогие друзья а эта сфера тоже очень развивается поэтому вот первые момент у нас такой который связан именно вот с такими изменениями я уже сказал про человеческий фактор который на это влияет вот как раз с этим будет связано второе второе такой момент о котором я тоже сейчас вам расскажу и для участников для нас для физлиц для нас продажная цена то есть мы покупаем электроэнергию днем дневная цена у нас стала дешевле у нас было годно за 21 цент сейчас на 16 центов вот вот как-то так дорогие друзья да ну это хорошо для физлиц потому что если у нас будет больше таких плантаций наверно больше солнечных панелей в частном так сказать тоже использование цена будет падать для всех практически физлиц стоят во солнечной панели или нет но такая тенденция будет прослеживаться до будут меньше меньше прибыль инвесторам до буду дольше возвращаться инвестиции здесь свешивать только вам инвесторам стоит игра свеч или нет всегда есть риски в любом бизнесе всегда есть риски их нужно просчитывать вторая значит новость второе известие которое у меня есть особенно это наверно для жителей испании ну и не только мы всегда учимся на примерах других людей других стран поэтому рассказываю всем может быть кому-то что-то это пригодится не случайно выбрали мы этот фон за моей спиной завод по опреснению опреснительный завод опреснительная станция города таревьеха она ну можно сказать одна из наибольших наикрупнейших в европе и сейчас его хотят увеличивать потому что ну массовая застройка у нас идет увеличивается все численность населения наверно растет нужно больше потребность воды ну это не суть и планировалось построить здесь большую плантацию солнечную плантацию для того чтобы вот ну вы видите там есть уже солнечной панели но планировалось это все увеличить и на днях мы проезжали недалеко отсюда сам мигель де соленос и видели там вот сейчас вы увидите вот такие плакаты мы видели на каждом доме практически на всех заборах то есть люди протестуют против строительства вот такой вот плантации солнечных панелей 3000 человек вышла на демонстрацию и мы читали об этом новости недавно с целью прекратить и даже не начинать строительстве прекратить планирование строительства вот такой плантации солнечных панелей для того чтобы вот этим как бы было заявлено питать вот эту вот опреснительную станцию ну может она будет увеличиваться я не знаю вот поэтому нужно всегда учитывать и такой человеческий фактор потому что горсовет он действительно сейчас разрабатывает план при остановке этого строительства может быть вообще прекращение этого строительства здесь я не знаю но к населению конечно здесь всегда прислушиваются во всяком случае мне кажется и как я уже сказала что есть вот законы испании а есть коммунидаде свои какие-то также принятие решений потому что это все децентрализовано это может отпускаться все местным каким-то властям как вот власти местные решат поэтому люди не все довольны почему тут опять таки давайте вернемся к истокам испании испания это все-таки сельскохозяйственная аграрная страна всегда была они выращивали скот выращивали вот прекрасные сады с цитрусовыми здесь у нас в частности и конечно люди боятся люди боятся потерять большое количество денег из-за того что будут может быть уничтожены какие-то сады или им кажется что нарушится ландшафт вот этих в районе розового озера и люди они не выступают против сама самих идей возобновляемых источников энергии строительства фотоэлектрических станций но они не хотят именно в этом месте у себя там где у них аграрная зона где у них зона садов зона где они там пасли свой скот они не хотят чтобы эти земли переводились вот в данном случае в пользование вот и строительство таких плантаций поэтому это тоже очень тонкий фактор который нужно учитывать при наверное там я не знаю при покупке земель при вкладывании куда-то при разработке инвестпроекта в том числе и такой фактор если вот есть сторонники этого есть противники этого так всегда при каком-то развитие какого-то каких-то инноваций прогресса всегда есть тот кто против но в принципе может быть частично люди и правы что нужно сохранить сады красивые виды розового озера и так далее но все эта палка такая вот о двух концах поэтому есть такой еще момент который тоже может влиять на принятие решений и на либо развития либо какой-то приостановка вот каких-то проекты случае где панели разбивались там в плантациях и так далее сами или с помощью с чьей-то помощью то есть тут неизвестно ну какие-то вредительства они присутствуют всегда все конечно застрахованы но тем не менее вот такой тоже есть такая есть тоже тенденция во всяком случае вот рядом с нами люди выступают против строительства такой плантации масштабный там должно было быть 200 гектар насколько я прочитала и не знаю как это разрешится будем информировать вас возможно если вам интересно хотела спросить вас как вы к этому относитесь к этой теме строительства солнечных плантаций перспективно это или нет портит этой экологии или нет как вы считаете кто прав инвесторы в это которые разрабатывают такие проекты вот как здесь у этой опреснительной станции либо же люди которые живут на этой земле и выращивают сады разводят скот перспективно это или наоборот это какая-то порча экологии ну вот давайте пообсуждаем это пишите свои комментарии может быть вас есть какой-то опыт применения в других странах и это будет полезно действительно с вами была я татьяна буду для вас вести новости на этом канале связанные с солнечной энергетикой с возобновляемыми источниками энергии пишите свои комментарии вопросы с удовольствием ответим на все ваши вопросы всем удачи добра хорошего настроения увидимся вновь на нашем канале